Добрый день, уважаемые коллеги. Сессию, посвященную иммунотерапии почвенно-клеточного рака, хотелось бы начать с каких-нибудь впечатляющих сообщений из Конгресса ВАСКа, ЭСМА и прочего, но это, во-первых, еще успеется в дальнейших докладах этой сессии. Во-вторых, на самом деле в эволюции лечения метастатического почвенно-клеточного рака немало интересного, на чем я и попытаюсь обратить ваше внимание сегодня в своем сообщении. Раз уж мне довелось открывать эту сессию своим докладом, остановлюсь сначала на нескольких фактах, которые, безусловно, превосходно вам известны. Почвенно-клеточный рак прогрессирует по своей частоте, занимает стабильное высокое место в числе наиболее выявляемых солидных опухолей. И если обратить внимание на эти цифры, то, во-первых, треть пациентов изначально поступают к нам с метастатическим процессом и еще примерно столько же будут иметь метастатический процесс, то есть большинство пациентов так или иначе рано или поздно будут получать системную терапию. Что мы имеем на сегодняшний день по лечению этих пациентов? В принципе, историю лечения метастатического рака почки можно описать двумя фразами. Первое. До иммунотерапии ничего не было, и сейчас основные исследования, основные мысли у нас об иммунотерапии. Если сегодня ввести в ПАБМЕДе лечение метастатического рака почки, то мы увидим более 16 тысяч исследований. Количество этих публикаций прогрессирует, увеличивается с каждым днем, но началось все на самом деле не так давно. В середине, всего лишь в середине прошлого века появились первые публикации по лечению метастатического рака почки. Как заведено, это началось все с хирургического лечения, по удалению метастатических очагов при почно-клеточном раке начали все хирурги. Всего лишь 1948 год. До этого этими пациентами никто не занимался. Дальше к делу приступили лучевые терапевты. Очень быстро стало понятно, что лучевая терапия при этих заболеваниях неэффективна. Системная терапия присоединилась немного позднее, но подробных анализов не было довольно долго. И системная терапия началась, как это тогда было модно, с гормональной терапией. Например, одно из ранних исследований в этой области показало, исследование по нынешним меркам, конечно же, совсем не выглядит как исследование, но 15 пациентов с раком почки, которые имели метастазы в легкие, в плевру, в кости, из них, обратите внимание, у двух из пяти пациентов отмечен выраженный ответ и отсутствие рецидивов. Выраженный ответ – это по данным исследователей регресс заболевания, и в течение года не было рецидивов у этих больных. Такой метод лечения сейчас при, конечно, соответствующем дизайне однозначно получил бы одобрение FDA, что, собственно, и было тогда сделано. Декернион, один из инициаторов иммунотерапии, один из родоначальников и апологетов ее, через десятилетия отметил о том, что довольно долго гормональная терапия являлась стандартом лечения у таких пациентов. Опять же, вернемся к хирургическому лечению. Удаление первичного метастатического очага, то есть выполнение циторедуктивной, так как мы ее сейчас называем нефрактомией, это можно считать одним из первых зачатков зародышей, показать иммунный ответ при этом заболевании. 51 случай наблюдения до 50 лет у этих пациентов, и во всех этих случаях отмечен регресс метастазов. Ну, конечно, регресс тогда за отсутствием надежных методов диагностики объясняли тем, что видят тень на рентгенографии, в легком не видят тень, считали это регрессом. Не знаю, если кто из присутствующих помнит, я, например, застал еще то время, когда на кафедре урологии ВМА использовали эмболизацию почки, как первичного очага, эмболизацию сосудов почки с целью достичь иммунного ответа, и были описаны случаи с эффективностью данного метода. Дальше речь пойдет о химиотерапии. Химиотерапия имеет чуть меньшую, менее долгую историю, чем выше перечисленные методы, однако сразу появились как положительные результаты публикации, так и отрицательные. Так, например, в этом исследовании 11 пациентов из 18 получило ответ на проведение системной химиотерапии. Отрицательные результаты у одного из 7 пациентов. В общем, довольно долго сомневались, эффективен этот метод или нет. Немного времени прошло до того момента, как начали исследовать иммунные факторы. С-клеточный фактор роста, описанный в 80-м году, послужил инициальной точкой к этим работам. Началась иммунная терапия, как это принято, с рака молочной железы. Дальше к делу приступили онкоурологи. И было показано, что терапия альфа-антерфероном при метастатическом почвенно-клеточном раке довольно эффективна. Тот же Декернион, уже упомянутый ранее, показал то, что такие методы могут применяться при лечении этого заболевания. На самом деле я так и не понял, где произошел этот разлом между 10% эффективности при химиотерапии, 10% при иммунотерапии, показанной в 80-х годах. Но как-то все это быстро перешло на рельсы иммунотерапии. Интерликин-2, альфа-интерферон долго оставались стандартами лечения первой линии. Вернувшись к химиотерапии, стоит сказать, что про нее не забыли. Нельзя сказать, что очень активно проводилось исследование этого метода, но вот уже наша эра, 2003 год, сравнение химиотерапии генцитабин с 5-туруроцилом показало ту же самую 10-15% частоту ответа с медианой общей выживаемости 18 месяцев. Вполне проличный результат, как мы сейчас это понимаем. Если обратить внимание на спектр этих пациентов, то стоит отметить, что наибольший ответ был получен именно у группы пациентов плохого риска, то есть саркоматоидной, крипиформной, дифференцировкой. И сегодня, если мы посмотрим стандарты, то химиотерапия будет использоваться, возможно, скажем так, ее использование при метастатическом почечном клеточном раке у пациентов с заболеванием саркоматоидной дифференцировкой. Подтверждающие исследования, недавние исследования на эту тему показали, что такая дифференцировка – это область применения 5-туруроцила. И больше того, оказывается, что чем больше процентов клеток саркоматоидной дифференцировкой, тем эффективнее, тем больше частота ответа при применении химиотерапии. На сайте Общества иммунных онкологов SITC был проведен опрос в этом году среди специалистов, занимающихся лечением метастатического почечного клеточного рака, которым были заданы очень интересные вопросы и получены не менее интересные ответы. Вот первые из них. Какие ваши рекомендации по лечению пациента с метастатическим саркоматоидным вариантом почечного клеточного рака? 0% ни одного специалиста не ответило о том, что это цитотоксическая химиотерапия. Тем не менее, четверть специалистов отметили возможность сочетания химиотерапии с ингибиторами терезинкиназы. Таким образом, по вышеперечисленным методам у нас спустя 35 лет после начала системной терапии те же самые вопросы и те же самые проблемы. Как отобрать пациента для подходящего метода, как обследовать этого пациента, как контролировать эффект и прочее, и прочее. Иммунотерапия, начав развиваться довольно активно в 80-е годы, за счет наличия двух препаратов альфа-интерликин-2, альфа-интерферон, показала следующие результаты. Альфа-интерферон сегодня используется реже за счет высокой частоты осложнений. Интерликин-2 имеет несколько большую частоту ответа и продолжается разработка новых схем, в частности, высокодозная иммунотерапия интерликин-2, которая в этом недавнем исследовании показала эффективность, между прочим, в зависимости от экспрессии. Единственным маркером эффективности иммунотерапии, достоверно показавшим эффективность, оказалась экспрессия PD-L1 рецепторов. Критериями для высокодозной интерликин-терапии на общество иммуноонкологов при медостатическом почвенно-клеточном раке выбраны следующие параметры. И наивысший уровень доказательности – это светлоклеточная дифференцировка, дальше идут статус ЭКОК, возраст пациента, наличие нефректомии, ну и по убыванию, в зависимости от значимости того или иного критерия. Критерии высшей группы, низшей группы, именно этим мы должны руководствоваться при назначении терапии препаратом интерликин-2. Еще один вопрос, который касается интерликина-2 на сайте иммунотерапии рака. Ваше мнение касательно высокодозной терапии. Обратите внимание, что 60% большинства специалистов отметило необходимость обсуждать возможность терапии и этим препаратом у всех пациентов перед назначением ингибиторов тирозинкиназы. Эту таблицу комментировать не стоит, все ее прекрасно знаете. Критерии МСКСС, шаг к определенной определенности в цитокиновую эру, несколько параметров, которые мы должны оценить, прежде чем выбрать тот или иной препарат, в том числе и интерликин-2. Исследования, которые, по сути, открыли эру таргетных препаратов, продолжавшуюся почти 10 лет. Здесь приведены два исследования при светлоклеточном раке, в которых сарафинип показал свою эффективность при светлоклеточном раке по сравнению с плацебо, сонетинип по сравнению с интерликином тем же. И они показали довольно хороший ответ, превысивший те стандарты, ответ в тех стандартах, которые использовались до этого времени, после чего и вошли в стандарты первой линии терапии. Дальше критерии Моцера сменились критериями Хенга, потому что критерии Моцера были разработаны именно для терапии альфа-интерфероном и интерликином-2. Несколько были дополнены и преобразовались в систему определения прогноза по АМДС, которую мы также сейчас используем для выбора терапии. Если говорить о стоимости лечения, немаловажный параметр, часто ограничивающий нас, часто направляющий от одного препарата, может быть, более подходящего конкретного пациенту, к другому препарату, то здесь мне кажется довольно интересным следующий график, который показывает, что здесь в красной линии отображено то, что мы имеем на самом деле в нашей реальной жизни, и то, что мы будем иметь, если мы будем придерживаться стандартов, если мы будем проводить терапию с унитенибом, каково будет соотношение стоимости и эффективности лечения, если мы будем переходить с ингибиторов терезинкиназы на ингибиторы МТОР и прочие схемы. Довольно интересны для практической значимости, в том числе и для организации здравоохранения. Но на самом деле рецепторы ВЭКФ – это не то единственное, на что нам нужно обращать внимание для выбора лечения. Здесь перечислены довольно много параметров, показателей, которые мы должны определять для выбора терапии. Может быть, это пока еще не отражено в стандартах, не служит руководством к действию, но послужило к дальнейшему развитию науки и новому витку перехода на иммунотерапию. В частности, препараты неволумабка, базантиниб, которые сейчас уже отмечены в стандартах второй линии, они были исследованы несколько лет назад и показали свою эффективность во второй линии. И сейчас, кстати говоря, упорно стремятся в первую линию терапии, создавая довольно серьезную конкуренцию ныне существующим препаратам в этой линии, в частности сунетенибу и прочим. И еще один довольно интересный вопрос – является ли сунетениб препаратом иммунотерапии? Это общество, подчеркиваю, иммунотерапии рака, на который получен вот такой ответ, что этот препарат вследствие того, что он уменьшает экспрессию определенных параметров в периферической крови, почти два из трех респондентов ответили, что да, сунетениб не только таргетный препарат, но и можно считать средством для проведения иммунотерапии. На сегодняшний день схему лечения, вот как, наверное, вершина эволюции, исходя из названия доклада терапии метастатического почвенно-клеточного рака, можно представить следующим образом. Довольно простая схема. Если мы посмотрим на терапию первой линии, то здесь по-прежнему, вот уже, наверное, десяток лет остаются ингибиторы TKI и на вторую линию в недавнее время вышли неволумаб и кабазантиниб, и остаются также второй линии ингибиторы TKI и МТОР, между чем нам рано или поздно придется делать выбор, что нам, если смотреть немножко вперед, предлагает будущее, это определение биомаркеров, выбор терапии, МЕТ, МТОР, ВЭКФ, определение экспрессии и выбор того или иного препарата, наверное, вышеупомянутый доктор Хэнк предлагает в качестве модели для выбора подходящего препарата для конкретного пациента. Здесь, наверное, можно было бы вставить некоторые исследования, которые показывают, чем мы будем руководствоваться в будущем, но я предполагаю, что это будет дальше отражено в следующих докладах, поэтому мне показалось более интересным описать то, как видят будущее в плане стратегии, в плане цены, эффективности и частоты использования того или иного режима при диагностике, при лечении и при наблюдении за пациентами специалисты. Мне очень нравятся эти слайды, не знаю, насколько они видны со стороны, попытаюсь их прокомментировать. Итак, сегодняшний режим обследования пациента выглядит следующим образом. Большую часть составляет лучевая диагностика, биопсия и генотипирование. Генотипирование немного. В последующем генотипирование вырастет значительно больше. На первое место на любой стадии опухолевого процесса займет liquid biopsy, жидкая биопсия, с уменьшением роли лучевой диагностики. Так представляется будущее. И лечение метастатического почвенно-клеточного рака, ну не только метастатического, на любой стадии, мы видим в уменьшении роли хирургического лечения, увеличение роли, я имею в виду стандартное хирургическое лечение, минимальной инвазивной хирургии, увеличение, что для меня неожиданно было роли лучевой терапии и значительное увеличение иммунотерапии и таргетной терапии. Ну, в детстве мы, наверное, все любили собирать железную дорогу, и увидев эту картинку, совершенно случайно, мне пришла в голову мысль о том, что развитие лечения метастатического почвенно-клеточного рака напоминает вот эту железную дорогу. Мы, по сути, начали с иммунотерапии, и как-то плавно к этому приходим. И вот эти вот запасные детальки, они лежат не случайно здесь, они готовы встроиться в этот процесс бесконечный для того, чтобы мы увидели новые варианты, новые схемы, новые перспективы. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну, у нас есть время, это все-таки для нескольких вопросов, поэтому, пожалуйста, коллеги, кто хотел бы задать вопросы. Сергей Александрович, можно я? Так вот, все-таки, на ваш взгляд, какое основное будет направление? Иммунотерапия или создание все более и более мультитаргетных агентов или линии таргетной терапии, сменяющей друг друга? К чему у вас лежит душа? Вы знаете, я отвечу немножко по-другому. Ввиду своего, так сказать, хобби, журналистики, мне на конгрессе в Мадриде, на конгрессе ЭСМО была такая цель взять интервью у крупнейших специалистов в лечении метастатических онкоурологических заболеваний, в частности, почвенно-клеточного рака. И мне довелось пообщаться с Эриком Джоношем из Бостона, из Гарвардского института, Дана Фарбер института. Я ему задал тот же самый вопрос. Ответ был однозначный. Комбинация. Ничего другого пока в голову не приходит, ни к чему другому исследование пока не приводит. Только комбинация ВЭКФ, комбинация иммунотерапии, прочее, прочее, прочее. Ну, вот, все. Ответ был очень короткий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok